и итак доброе утро дорогие друзья всем доброе добрейшее веселейшее утро из иерусалима продолжаем изучать тору сегодня очень важная тема вообще нереально важная прямо каждый день встречающаяся тема да хорошо значит мы продолжаем изучать книгу которая называется шмират алашон шмират алашон сохранение языка это не урок кулинарный сразу предупреждаю кто зашел случайно это не о том как сохранять язык его готовить это о том как как сохранять свою речь для того чтобы не нарушить 30 запретов торы которые есть при злоязычие злоязычие сплетничество и так далее мы сейчас разбираемся что что можно говорить что нельзя говорить как говорит сегодня очень интересная тема которая встречается каждый день значит мы сейчас находимся в начале книги в первой части книги хафицхаем тот кто написал книгу шмират алашон он объясняет он объясняет запреты и сторой которые нарушаются при том что человек говорит о другом правду правду но которая позорит другого человека это злоязычие злоязычие то правда это не то что человека обманывает а именно он говорит вечер но который опозорит другого или передает другому ту вещь которую о нем кто-то сказал это называется рахилут сплетничества Теперь сейчас идет перечисление запретов из Торы, которые нарушаются Вот мы сейчас пришли к такому запрету Значит, это в перечислении запретов Сейчас мы находимся в пункт 8 и 9 Значит, говорит Хефицхай Иногда тот, кто рассказывает о другом лошоно-разлоязыче Он нарушает запрет Торы, который звучит так Значит, в лоте ком, в лоте тор Не мсти и не будь злопамятным Есть такой запрет в Торе Сейчас мы подробно о нем поговорим Значит, не мсти и не будь злопамятным Например, есть у кого-то ненависть, да? На кого-то За что? За то, что он у него просил что-то сделать ему хорошее Просил его что-то с имуществом связанное Например, один к другому пришел Говорит, слушай, дай мне, пожалуйста, веник Мне надо подмести в квартире У меня веник сломался Это он ему пришел А тут он говорит, какой у тебя веник? Не дам тебе никакого веника Или один к другому пришел и говорит Слушай, у тебя есть... Ты сейчас стал начальником большим Возьми меня на работу А он его не взял на работу Или, значит, и он за это Он затаил на него зло И он за это, значит, решил ему отомстить И когда он кому-то рассказывает Про него гадости потом Он, получается, не только нарушает злоязычие А он нарушает еще и запрет какой? Злопамятство и, значит, месть Понятно, да? Да? И говорит Хавицкаем, что в этом случае лучше, если тебе кто-то сделал что-то плохое То ты должен это стереть из своего сердца Дальше он уходит вглубь И давайте разберемся в этих двух запретах Потому что это очень сложная ситуация Значит, смотрите, еще раз Бог сказал в Торе еврейскому народу Не мсти, причем в единственном числе Заповеди идут, вот знаете, есть на скрижалях Когда Мушарабену спустился с горы Синай На скрижалях заповеди все, они написаны в единственном числе Бог обращался лично к каждому Теперь в заповеди в Торе Если иногда Бог обращается к еврейскому народу Если он иногда обращается лично в единственном числе Здесь написано так В Нидива икра Лотиком не мсти В лоте Тор и не будь злопамятным Все в личном числе Объясняют мудрецы, когда они объясняют законы Что Бог имел в виду? Они говорят так Приводится пример Что такое мстить и что такое быть злопамятным Один человек, два была соседа Один к другому приходит, говорит Слушай, сосед, дай мне лопату У меня лопата там сломалась Мне нужно огород прокопать Дай мне лопату Тот ему говорит Не дам я тебе лопату Че, я тебе буду лопату давать У меня моя лопата Иди ищи себе или чини свою лопату Нет у меня, не дам Отказался дать На следующий день приходит он к нему И говорит, слушай, сосед, дай мне топор Теперь, если тот ему скажет Я тебе, чтоб дал топор Ты же мне вчера не дал лопату Это называется мстить Он ему отомстил То есть мера за меру Вроде бы выглядит снаружи нормально По Торе запрещено Бог запретил А если, что такое быть злопамятным? Он ему говорит, вносит ему топор И говорит, на тебе топор Я же не такой, как ты Ты мне вчера не дал лопату А я не такой, как ты Я получше, чем ты На тебе топор Руби на здоровье И помни Я-то помню, как ты мне лопату не дал Я долго буду помнить, как ты мне лопату вчера не дал Это называется быть злопамятным Теперь Когда мудрецы объясняют этот запрет И Тора мстить и быть злопамятным Они Есть один из них Такой из решения Это те, кто жили тысячу лет назад Он говорит такую вещь Он говорит, это то, что касается имущества То, что касается имущества Действительно нельзя мстить и быть злопамятным И объясняет свою позицию следующим образом Значит, все, что со мной происходит Все, что со мной происходит Он говорит Все, что с любым человеком происходит Это происходит по воле Всевышнего То есть нет вещи в мире, которая может произойти без воли Всевышнего Если Всевышний мне вот таким образом показал Кто мой сосед Например, да Не дали мне топор сегодня Или не дали мне лопату Значит, мне не надо сегодня лопату и топор Значит, Всевышний так вот Так мне хочет этим дать какой-то знак Что мне лопата не нужна Причем тот сосед Чего буду на него обижаться Мстить Таить в сердце своем Всего-то Мне сегодня не дали лопату Мне сегодня не дали топор И с этой точки зрения Есть сегодня в психологии Есть такая система Называется радикальное прощение Вот эта система радикальное прощение Психологи, они дошли до того же самого Что человеку быть злопамятным И мстить, оно себе дороже Оно намного себе дороже выходит Я, например, помню такой случай У меня было из детства В детстве, где-то в пятом классе Я начал заниматься карате Я, значит, позанимался карате Буквально одну тренировку, я помню, я сделал по карате И пришел я в свой класс, пятый класс И сказал двум друзьям, как сейчас помню Двум друзьям я сказал Может даже больше людей вокруг было Я сейчас не помню Но два точно было Что есть хулиган в параллельном классе Был гроза, гроза школы Такой хулиган, вообще бандит Всех бил, забирал Такой, знаете, вот прям бандит-бандит Значит, и я сказал, что вот через где-то месяца два Я уже натренируюсь по карате И его и забью Вот я буду тогда сильнее, чем он Так я сказал своим друзьям А может было вокруг еще несколько человек Вот я-то сейчас не помню В этот же день мы после школы Гуляли возле школы на школьном стадионе И этот бандит приходит со своими помощниками И я вижу, что он идет прямо ко мне С недобрыми намерениями Ему рассказали Ему рассказали, что я собираюсь его побить Что я так и так сказал Это сплетня И что получается Он приближается ко мне, чтобы меня побить Я начинаю Побежал на него Значит, у меня было два варианта Убежать Но меня тогда завтра побили Или побежать на него Я побежал на него Мы подрались Он меня сильно побил Я пришел домой Еще помню, у меня такое лицо было побитое И мама спросила Что у тебя с лицом? Я сказал, что мне бастетбольным мячом Попало в лицо На бастетболе Разбило лицо Теперь у меня после этого было два варианта Первый вариант у меня был Какой? Забыть и простить Забыть и простить То есть И тогда Я бы не мучился Второй вариант у меня был Не забыть Не простить И мстить Значит Ну Во что у меня было как? Мстить я Бить его Он сильнее меня Убить его Это тюрьма То есть Любой вариант Злопамятство Это каждый день Прокручивать в себе Вот этот вот Момент зла Которое на меня пришло И страдать от этого Значит Ну Вторые мудрецы Которые жили тысячи лет назад Они говорят Есть большое разделение Между имущественными вопросами И физическими Они говорят так Что Не мсти Не будь злопамятным Это касается Имущества Говорит один А если тебя побили Например Оскорбили То об этом не говорится Не мсти Не будь злопамятным У человека тогда есть Право Если он получил Физическое страдание От кого-то И физически он пострадал Не прощать Это говорят Половина мудрецов Вторая половина мудрецов Говорят Нет Нет они говорят Нету разницы Между имуществом И неимуществом Бог сказал Не мсти И не будь злопамятным Почему? Ведь все заповеди Бог дал их Живите ими Он их дал для того Чтобы выполняя заповеди Бога Получать от этого пользу В духовном плане Теперь безусловно Когда Бог Сказал Не мсти Не будь злопамятным И тот кто Тот кто это выполняет Давайте представим Каким должен быть человек Который это выполняет Во что превращается его жизнь Значит Его кто-то обидел Я вам расскажу сейчас Одну историю Как Раби Нахман Был такой великий мудрец Который похоронен в Умане Раби Нахман Есть такая книга Путешествия в землю Израиля Раби Нахман С одним своим учеником Поехал в землю Израиля В те годы путешествия Когда он жил Это было там 150 лет назад 1800 какой-то 200 лет назад Путешествия занимало годы Просто реально годы Нужно было плыть на корабле до Турции Из Турции там Куда-то еще В общем это были годы И еще была постоянная война Постоянно кто-то с тем-то воевал Какие-то разбойники пираты В общем Раби Нахман Приехал в землю Израиля Провел очень короткое время В земле Израиля И поехал обратно И вот на обратном пути Там совершенно Их на военном корабле Их арестовывали Ну там была Очень тяжелая была поездка И вот однажды Они уже на обратном пути В какой-то маленькой гостиничке В каком-то маленькой гостиничке Они остановились И значит Там были какие-то Еще евреи Несколько человек И эти евреи пили 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 И потом они пьяные Начали над Раби Нахманом Насмехаться Оскорблять его И очень плохо С ним разговаривать И так далее Его ученик Помощник Он говорит Давайте я скажу Кто вы Что вы велите раввин Внук Бальшемтова И чтобы они знали С кем они вообще разговаривают Раби Нахман ему говорит Нет Говорит Это разве они меня Оскорбляют Это Всевышний Всевышний Он Таким образом Чтобы я сейчас страдаю Снимают с меня Какие-то грехи Не говори им Никтое Ничтое А я лучше буду думать Где Где я ошибся Что я никак сделал И значит Вот тем Что они меня сейчас Так позорят Они меня спасают От смерти Иначе бы я умер Так сказал Раби Нахман И Ничего им не сказал Ничего им не ответил И Прошло какое-то время Кстати Там интересно Была такая Ремарочка Что вот этот ученик Пишет Через год Я узнал Что в течение года Один или двое Из них умерли Те кто его позорили Раби Нахмана То есть А Раби Нахман Он сказал Это Бог меня так спасает Это к вопросу о том Как некоторые Некоторые Вот на высоком Духовном уровне Умеют Вот с этими обидами Работать Скажем так Теперь еще глубже Давайте копнем Есть очень известная история Очень известная история Про царя Давида Царь Давид Мы от него вообще учим Как надо Как надо взаимодействовать с Богом Псалмы Царя Давида Это 150 Можно сказать Разговоров Пророчистых разговоров Царя Давида С Богом И Царь Давид У него была Очень непростая жизнь И один из Моментов В его жизни Был такой Что его сын Родной сын Царя Давида Которого звали Авшалом Авшалом Восстал Против своего отца Собрал Целую армию Против своего отца И пошел на него Войной Чтобы его убить Царь Давид С небольшой группой Преданных ему Воинов Он Уходит Из Иерусалима И на выходе Из Иерусалима Человек по имени Шиме Бен Гера Из колена Беньямина Родственник Предыдущего царя Царя Шауля Начинает Царя Давида Проклинать Кидать в него Грязь Позорить его И говорит Йоав Его Военачальник Давида Говорит Давай я сейчас его убью Царь Давид Говорит ему Знаете Тут даже Есть такая фраза Что ему сказал Царь Давид Значит Он ему знаете Как ответил Он ему ответил Так Он говорит Оставь его Ваикалель Пусть меня проклинает Так ему сказал Бог Это был ответ царя Давида Говорит Не трогайте Вашими Бен Геру Пусть идет И ушли Они значит Царь Давид Со своими преданными Людьми ушел Из города Авшалом Захватывает Иерусалим Весь народ К нему Присоединяется К Авшалому Начинается Очень серьезная Война И царь Давид Говорит Юаву Своему Военачальнику Ни в коем случае Не убивай Авшалома Не убивай его Ни при каких случаях И он говорит Это моя вина То есть царь Давид Он взял на себя Даже на него Сын нападает Он говорит Это моя вина Я значит С Батшевой Вот эта вся история Из-за истории С Батшевой Потом брат Потом был Амнон Который Изнасиловал Сестру Авшалома Авшалом убил Своего брата Амнона Царь Давид говорит Это в принципе Это же моя ответственность Не убивайте его Ни в коем случае И все Значит Ну война Это война И Юав убивает Авшалома И царя Давида Народ обратно Приглашает Чтобы они стали царем Все увидели Что Бог на его стороне И в этот момент Выходит его встречать Кто? Шиме бен Гера Выходит Шиме бен Гера Который его проклинал Выходит его встречать И говорит Он Шиме бен Гера Говорит царю Давиду Ты меня уж прости Извини меня Я ошибся Бывает Вот я Сейчас так не думаю Вижу я теперь Что ты царь Израиля Прости И он ему напоминает Он ему говорит Смотри Йосеф Праведник Йосеф Которого братья продали В рабство Хотели убить Хотели убить Братья Йосефа Йосеф же их простил Он говорит Смотри Когда пришли братья К Йосефу И они узнали Что он им открылся Я Йосеф Значит Они упали Они боялись Думают Сейчас он нас убьет А он говорит Нет Вы хотели сделать зло Но Бог Он так сделал добро Он повернул Все ваши замыслы Я сейчас Почти царь в Едипте И Бог меня видно Послал так Это был мой путь Мое справление Чтобы и вас спасти И отца спасти И всю семью спасти Все И он их простил Так Шиме Бенгера Говорит царю Давиду Говорит Ты меня тоже прости И что делает царь Давид Он говорит своим воинам Не трогайте его Все Не трогайте Теперь Что интересно в этой истории В этой истории интересно Что когда царь Давид умирал То он сказал своему сыну Шломо Чтобы он все таки убил этого Шиме Бенгеру Он сказал все таки его убить Почему он сказал его убить Это Это уже большой вопрос Большой вопрос Теперь Что мы отсюда видим Мы отсюда видим Что если речь касается имущества То все единогласно Единодушно Говорят Что не мсти Не будь злопамятным Это закон То есть Страдать И мстить Я помню Тоже из моей жизни История История из моей жизни У нас делали ремонт Сделали плохо пол Переделали Потом он опять поднялся Плитка И мы просили Тех кто делали Чтобы они вернули деньги Потому что они два раза переделывали И два раза плохо Они говорят нет Значит мы вызвали инженера Инженер сказал Что они сделали плохо Мы пошли в суд Значит они пошли в суд И пошло Поехало Значит суд Еще один суд И в третий суд В итоге в суде Суд признал Вынес решение Чтобы они переделали Третий раз Но если они переделывали Два раза То третий раз Это было бы то же самое И понятно Как они бы сделали И в итоге Значит я понял Что лучше простить И не быть злопамятным Почему? Потому что в этой ситуации В этой ситуации Любое действие В сторону Злопамятства И мстить Это было Приносило бы дополнительные страдания И новый виток Потерь Страдания И так далее И в этой ситуации В этой ситуации Мудрецы говорят Что не мсти Не будь злопамятным По имуществу Лучше стирать из сердца Все свои обиды Теперь по личным обидам Здесь есть расхождение Есть расхождение Некоторые говорят Что в этом случае Человека тяжело Или невозможно При При Как сказать Принудить Заставить Забыть И не быть злопамятным Но Все единодушно До единого Говорят так Что для самого человека Если он в состоянии Выполнить эту заповедь Не мстить И не быть злопамятным Для самого человека Это намного лучше Потому что Он Убирает Зло Из себя И он Себя освобождает От Следующего витка Напряженности Потому что Если вы Проверите На любом опыте То Когда вы Кому-то Мстите И вы Сохраняете Зло То вы Ну я не видел Чтобы люди Которые мстили Они Они С радостью Это принимали И после этого Не мстили Да То есть Поэтому Каждый сам решает Или ему Находиться В этом Постоянном Кругу Злопамятства И мести Или все-таки Последовать Вот этой заповеди Не мстить И не быть злопамятным Теперь Так как мы изучаем Сейчас Шмирата Лошон Сохранение языка То здесь Когда Ты кому-то Мстишь Словами И рассказываешь Про него Гадости Другим Для того Чтобы ему Отомстить То ты нарушаешь Не только запрет Лошонара И все перечисленные Запреты до этого Но и запрет Мстить И не быть злопамятным Вот мы сегодня Разобрались В одном Из нюансов Злоязычия Все Теперь значит Давайте подведем Итог Какой Какой итог Итог такой Что То что было Было И Как человек Себе Очень многое Прощает Ну А есть которые Себе не прощают Есть люди которые Они себя ругают Годами Как я мог Как я мог Как я мог Ну мог Все проехали Мог Значит мог Все Есть люди которые Себя не прощают Есть люди которые Других не прощают Они носят в себе Вот этот вот мешок зла Который существует Только в их памяти И если его отпустить И так вот Все Значит я выполняю Заповедь Всевышнего То ты не только Убираешь из себя Вот этот гнойник Зла Но и выполняя Заповедь Всевышнего Ты поднимаешься На следующую ступеньку В своем развитии Все Значит Да Да Если что-то происходит Часто Всевышний Нам показывает Например Когда кто-то тебя обидел Он тебе показывает Смотри С ним не имея дела Потому что На следующем этапе Он мог бы тебя Вообще подвести Значит Это добро Спасибо тебе Всевышний Что ты мне показал Спасибо тебе Петя Что ты не скрывал До следующего момента В отношениях То же самое Спасибо Всевышний Что ты мне показал Все Жить в таком состоянии Благодарности Это Это Ну и намного приятнее Чем жить в состоянии Войны Зла И Мщения Все Удачи Всем успехов Хорошего дня Прекрасного дня Полного божественного света И благополучия Во всех сферах жизни Все Как говорится Благословляющий Будет благословлен Вот это вот Очень важная Простая вещь И когда Ты даешь людям Благословение То оно на тебя возвращается Когда ты мстишь Или даешь зло Оно тоже возвращается Ведь большинство То эти уроди не смотрят Поэтому любое зло Направленное на кого-то Возвращается 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 Все Всем удачи Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok